Всем привет! Мы опять в бегах. Мы едем отправлять вот эту посылку Бимаме. Всё, что мы планировали детям под ёлку положить, что покупали для Бимамы, для Димы. Здесь много всего. И надо успеть на почту, пока она не закрылась. В это сложно поверить, но на улице даже снежок. Представьте, два дня до Нового года мы даже не ожидали, что он хоть в каком-то виде выпадет. Немного, но всё равно приятно. Дашка снова едет с нами. Ей нравится с нами путешествовать. Знаешь, твои уги мне похожи на домашние тапочки. Мне всё время кажется, что и вышла в тапочках. Они, наверное, специально так сделаны, знаете, милашно под домашние тапки. Но это уги. Кто там набрал? И поросёнка, и собачку с собой. Будешь, баеньки? Алиска пока не спит. До закрытия почты, по идее, полчаса, и мы ещё успеваем. Алиса уже уснула в машине. Это вот это всё? Да. Дашуля с нами пошла. Так, ну что, показать вам, что мы подарим. Вот такой набор, как делать пиццу. Конфетки. Это я вам уже показывала. Это ключница для Лены, для Бимамы. Дальше для Насти собачка. Вот такая милая интерактивная собачка. Мы Алисе такую же подарили. И ещё вот такие штуки. Я толком не знаю, что там, но Лена говорила, что Настя будет счастлива их получить. Я думаю, распаковку они, конечно же, снимут на свой канал. Я аж пять таких штучек ей купила, разных цветов. А что это? А я вот не знаю. Там какой-то слайм, какое-то животное попадается. Она говорила, что Настя их собирает. Так, дальше для Коли вот такая загадочная коробочка. Она запакована, я вам не могу показать, что внутри. Поэтому увидите на канале у Лены, у Бимамы. И самый большой, огромный подарок у нас для Коли. Мы ему купили вот такой трек с машинками. Поскольку он очень любит динозавров, мы решили вот такого страшненького динозавра Hot Wheels купить. Дальше чашечки. Это для Лены с гусем. И там для Димы коробочки. Ну и, конечно же, две коробочки с конфетами. Такие же, как мы дарили всем остальным деткам. Всё, теперь осталось это куда-то всё вместить, запаковать. Нам дали большую коробку, и туда всё поместилось. А Дашуле подарили книжку «Кот в сапогах». А в прошлый раз нам шилкунчика подарили, за то, что мы постоянные клиенты. И можете себе представить, нам тоже пришли две посылки. Как думаете, от кого? От Бимамы. Мы в шоке. Пришли посылать посылки, получили от неё. Вот что значит взаимная дружба. Мы заехали в Любаву, а здесь Дед Мороз. И Алиса впервые в жизни. Ну вообще, Деда Мороза увидел, она так смотрит с интересом. Молодец! Ему там детки стишки рассказывают. Ты бачил, уже серьёзный? Да? Да. Да, все к тебе тут, где вы, мотоцикл? Любишь мотоциклы? Да. Иди, люди. Так, ну давай, воспоминай. Знаете, так смешно, мы ходим по Любави, ищем подарки Насте с Катей, а они ходят ищут нам. И мы иногда пересекаемся. Слышишь, Костя, я только что девочек возле носков увидела. Подхожу такая, говорю, да, красивые носочки. Они поржали, но уже ж теперь они мне не будут носки покупать. Я ж увидела, понимаешь. Поржали и пошли дальше. Алиса, будешь? А чего они играть? Я на паровую здесь. Алис, будешь играть? Я на паровую здесь. Я на паровую. Будь здоров. А куда Алиса хочет? Такая застенчивая малявочка. Да, застенчивая. Все, проводили ее за ручку на лошадок. Опа. Смотри, Даша катается, да? Алиса. Ку-ку. Ку-ку. Довольная. Нагулялись мы, купили подарки, какие потом увидите, когда будем распаковывать из-под елки. И кормим детей. Алиса прекрасно ест сыр, вот этот нарезку мы взяли. Ест из Даши картошку фри и пьет из варчик. Пиццу пока не могу уговорить, попробовать. Алисенька, попробуй пиццу, укуси. Вот такая реакция дома обычно на всю еду. Тут хоть что-то есть. Это, слава богу. Нам еще повезло место на диванчике нашли, потому что сначала мы сидели за вот таким столиком, и Алиса не дотягивалась. Ей слишком низко было. А тут ей как раз по росту нормальный компотик пить. Сыр зеленый, да, Алис? Зеленый сыр. Ой, ты будешь зеленый есть? Пробует, пробует новые продукты. Зеленый сыр, да? Осторожно. Что ты будешь кусть? Пиццу будешь кусть? Ну что, у нас вечер. Мы допаковали все подарки. Представьте себе, их получилось 120 штук. Просто сейчас под этой елкой 120 подарков. Это чокнуться можно, потому что мы их не купили. Сначала мы планировали по 15 каждому, чтобы челлендж снимать. Угадывать, у кого какой подарок, нам надо было одинаковое число. А потом так получилось, что у Насти их получилось почти 20. И мы с Катюхой решили, ну, значит, всем докупим до 20. А нас-то шестеро в семье. И вот посчитайте, 6 человек по 20 подарков. Просто посмотрите. Ой, даже Снегурочка упала от такого количества. В шоке, да, Снегурочка? Мама, мы подписываем. Не может такого быть. Ищи лучше. Так вот, смотрите, сколько их там. Мама, смотри. Ну, не может быть. А, это Алискин. Это Алискин только... А, вот, подписан он, Кать. Видишь? А, вот переподписан. Но все же подписан. Вот как эти гномы в Новый год. Тан-тан-тан. Перебирают подарки. Эльфы. Эльфы морозы. Да, Эльфы тоже. Все папе, папе и Косте тут вдруг. О, первый мой подарок. Подожди, куда? У меня кучки свои нет. Вообще-то твоих там больше всего должно быть. Ну, сейчас уже поровну, конечно. Алиса. 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 А, это чья кучка? Камера. А, возле себя? Я сюда складываю. Я уже один еще не купила. Капец подарков просто. Ты их лучше друг на друга сильно не ложи, чтобы они не рвались. А как же свет далеко складывается? Картина какая-то. Настя. Или рамка. Боже, это что? Завтра разберетесь. Алиса. Алиса. Ой, Кирол. Жаль, Алиса не может угадывать, что у нее в подарках с нами. Просто звезд не попрешь. А там книжечки у тебя. Ага, да. А зачем вы читаете сейчас? А это не я, это Матя. Настя, зачем? Она просто маленькая была. Все завтра будете считать. Вы сейчас посчитайте их и все. Не парьте-то папа на этой бумаге. Ты прочитала, да? Нет, я помню. Алисе. Это мы только раскладываем так долго. А распаковывать. Это ж сколько минут получится видео по распаковке. Инициатор, чтобы вы понимали, мама. Папа, папе эти оба? Ну, я была инициатором сделать это в виде челленджа в этом году. Типа угадай, что у тебя в подарке. Написать подсказки на каждом. Вот, но то, что их так много получилось, я такого не планировала. Кать, ну я ж просила. Догадываться будем завтра. Сейчас просто считаем и все. Что, ты слышишь меня? Да я ж смотрю чего-нибудь. Какой-то, какой-то. Бабушка? Да. Аккуратнее их доставай, мы порвем что-нибудь. Ба-маме. Ба-маме. Алиска. Алиска. Настя. У тебя такие подарки странные. Как-то стрёмно все запакованы. Маме. Ты не видела, как я изначально бабушке цветок запутала? Это кучка сейчас. Только не говорите, что вы мне айрподсы купили. Что это за квадратная коробочка? Вот это. У вас же старые останутся. Я их могу забрать зачем? Или то кисель какой-то. Что это за коробочка? Завтра в суток. Мне уже стало интересно. Мама. Папа. Половину где-то разобрали, да? Папа. Двоем быстро. Я. Мабушка. Мабушка. Это ты что ли? Да. Алиса. У Алисы по два одинаковых подарка назад попадаются. Насте и Кате это никому? Никому. Насте. Вот там где написано «Насте и Кате» не читайте, пожалуйста, заранее, хорошо? Ладно. Потому что там кто первый угадает, тому и бал. Серьезно? Ну да, если вы сегодня догадаетесь, то это будет нечестно. Не порвет, это тоже может порваться. Это папа два набора купил. Бабушке. Он задохнется, завтра прикроем. Оставь открытым в общинности. Аккуратно только. Ой, тюбой же, там купается и пляпается. Это самый красивый подарок. О, это я нас покупала. О, а что это за бумага такая? Купила я. Красивая. Это я тоже думаю. Это Алиска, да, может сразу отдавать. По листу они не влазят. Ну, потому что игрушки специально пакуют в огромные коробки, чтобы оно презентабельно выглядело. А потом достаешь, коробку выкидываешь и так мало места занимает. Реально, постоянно так. Кате. А так типа можно было, да? Двоим сразу и... Ну, как бы да, потому что можно ж угадывать и одинаково баллов получится. Хотя, если в сумме у вас больше 20 будет, у нас шансы... Нет, у нас тогда шансы падают с папой и бабушкой. Может, так и нельзя было. Наоборот, это у нас шансы падают. У вас по 20 подарков, а у нас получается по 18. Почему по 18 эти сверху 20 эти? А, да? Да, так что у вас шансы наоборот растут. Ну, сейчас посмотрим, как оно там получится. У нас такие подсказки, что у вас либо вообще нет шансов, либо очень много. Вся комната заставилась с подарками. Ой, чебузи! Обрадована так выскочила. Настя, ты прочитала? Нет, ничего не читала еще. Что тут сестрички такое делают, интересно? А тут подсказки нет, это что такое? Нет. Почему? Потому что и так легко угадать. Нет, у меня тоже все мои, только. И тот верни. Ну, ладно, может их и два. Может их и два. Ладно, давайте считать. Ну, давай. Ложи, правильно? Ну, давай спать. Маме плюс один, я еще не закатал. Не взять поделку с нарос, хочу. Надо, чтобы они перенесли. Да, просто посчитайте. Я тогда с ней считаю. Спать, она говорит, по-моему. Ну, как так вложить все, главное. Ну, да надо вложить. 21. 25. Сколько? А кто просчитался? Я себе не покупала. Да я знаю, что ты не покупала. Ну, я ей покупала, но не так мало. Ну, ладно. Сейчас будем что-то придумывать. А это оттуда отпала? Нет, нет, да, отсюда. Дай посмотрю. Вдруг оттой я. Вдруг оттой отпала. А, ты писала. Можешь вот этот убрать? Я его долоталась. Ну, так, у папы 22, у Кати 25. 12. Так, так, вы же посчитали. Вот, значит, надо, как меня два забрать, переложить надо. Угомонись. 17 у Насти. Мы сегодня утром считали, и было 20 у Насти. Как их может быть 17 у Насти? А, ты еще говорила, что один тебе дойдет. Мне и Насте. Да, но я не знаю, когда он там дойдет. Не, ну, так хорошо, как вы утром считали. Их было 20, 10 и 17. Мы считали всем, которые мама... Так, у меня 17, у мамы 17. Надо у вас поубирать, короче, не... А у Кати 25. Офигенно. Так, у папы у нас вышло 22, у мамы 17, у бабушки 20, у Насти 17, у Кати 25, у Алисы 20. И еще два подарка для Кати и Насти вместе. Тогда, в принципе, вот эти подарки, где написано Кати и Насте, вот этот будет Насте чисто. Потому что это реально больше тебе... Сейчас я зачеркну Кате, подожди. Аси! Ой, зойте, бойте, бойте, бойте. Пришла Настю обнять. Ой, голю, Ози. О, ты мой хороший. Алиса, Катю обнять. Обними Катю, Алис, цветочки. Алисочка аккуратная, они живые. Алиса, обними Катю тоже. Подтемай Катю. Подтемай Катю. Не хотела, но все равно подтемала. Хотела. Ай! А маму давай, маму. Маму, Дюмочки. Мой зайчик. А Катю? А папу? А папу. Так, тогда напиши, что у меня 18. Итак, получается, у Кати надо убрать 5 подарков. Смотри, я знаю, что это книжечка маленькая. Я догадалась, что здесь киндеры. Вот это вот сюрпризик. Я даже не читалась бы. Я просто знаю, что-то. Вот это я догадалась. А это что? Это шоколадный телефон. Ты так уверена? Да. Это я знаю, так что наушники. Вот, минус 4. Алисочка! Тогда еще только один надо какой-то забрать. Сейчас я посмотрю, что тут можно убрать. Много можно. Это что такое? Это у всех. Ну смотри, они у всех одинаковые. Я так понимаю, для одинаковых подарков. Если я первая буду распаковывать, остальные нет смысла. Нет, вы их все вместе будете распаковывать, поэтому получится. А, так, а книжечки тоже у всех есть. Это всем плюс баба книжечки. Подожди, ты знаешь, что у остальных тут, да? Нет, они не знают. Они просто выйдут одинаковые. Так. А, потому что Катя еще папа докупил подарок. Вот это носочки, да, так поняла? Не знаю. Давай это мы на завтра оставим, потому что не факт, что ты угадала. Алиска, а вдруг она ничего не расставит? Не знаю. Может. Ой, она еще и порвалась. Ну что, давай назад подъем? Давайте, потому что реально раздавить. Да, берите. О, после нас нам навеки. Так все. Спасибо большое. В общем, мы разобрались. Мы некоторые подарки объединили. Вон папе два вместе. Чтобы у всех по 20 осталось. Так что завтра как раз получится, что у всех по 20. Еще надо докупить мне и Насте получается. несколько подарочков с утра и все. А может, мы с Настей поедем не будем? Я Насте куплю, а она тебе не будет. Ну, она на пианино собиралась завтра. Алиса, не наступай на подарки. Нельзя. У Кати цвет все оттенки зеленого. Благоприятный день недели, вторник. О, ты родилась во вторник, Настя. Очень зимая, чуть-чуть весится. Скорпион безразличен к мнению других. Он знает себе цену и не нуждается в телекатах. Это что, по мне? Ест, ребята, ест.